Окей, ребята. Меня зовут Александр Лукьянов. Я топ-партнер компании UDS. Занимаю пятое место по чеку в мире. И в свое время я был топ-менеджером лизинговой компании. Отвечал за продажи в регионах. Уже 4,5 года назад я уволился с этой позиции и уже 4,5 года занимаюсь бизнесом. Партнерство с компанией UDS – это один из наших бизнесов с супругой. Плюс у нас есть еще и консалтсинговые компании и компания по родам за рубежом. Вот, поэтому… Так, ребята, сразу же выключайте звук, кто заходит, пожалуйста, чтобы не терять на это время. Окей, итак, мой инстаграм. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Кто меня не знает, давайте знакомиться. Двигаемся дальше. Какая у нас сегодня тема? 4 простых шага к ежемесячному доходу от 5 тысяч долларов. Как вам идея? Иметь как минимум 5 тысяч долларов – это, знаете, самый минимум дохода. Да, это в особенности, конечно же, новичков касается, те, кто там 1, 2, 3 месяца в нашем бизнесе. Вот, наверное, я больше сегодня к вам обращаюсь. Как вам идея? От 5 тысяч долларов доход зарабатывать. Напишите в чат. Вижу. Всем эта идея нравится. Окей, и хотел бы с вами сегодня поделиться своим собственным опытом создания этого результата. Почему? Потому что я считаю компетентным себя говорить о том, как создавать подобный результат. Потому что, значит, первое, когда я работал в найме, мне удалось, по сути, с нуля в организации построить систему, в которой мои подразделения, они всегда перевыполняли план. Когда я сам уже начал строить свой бизнес в партнерстве с компанией UDS, то с первого же месяца без совмещения, то есть когда я полностью ушел в этот бизнес, мой доход превысил порядка, если на эти деньги переводить, на 7 тысяч долларов, и меньше уже не становился никогда. То есть я знаю, как стабильно зарабатывать эти деньги. Мои партнеры, которые в том числе со мной работают индивидуально и постоянно, они зарабатывают эти деньги. Когда мы запустили еще одно направление нашего бизнеса с супругой, это роды за рубежом. Это направление тоже приносит стабильный, хороший доход. И вот те технологии, о которых я сейчас буду говорить, они действительно работают, и они на самом деле настолько простые, что иногда кажется, блин, да не может быть так просто. А на самом деле можно. Поэтому я хотел бы с вами сегодня поделиться этими простыми, понятными технологиями. И там может быть для старичков, вы их всех знаете, но уверен, что если еще раз пересмотреть эту технологию, просто действовать по вот этой технологии, результата не может не быть. Поэтому я компетентен говорить об создании такого результата и о том, что конкретно надо делать для того, чтобы этот результат был. Поэтому давайте сейчас, вот знаете, несмотря на весь наш опыт богатый, кто сколько в бизнесе может быть, кто-то в три года в бизнесе, кто-то в четыре года в бизнесе, кто-то может быть новичок. Давайте мы сейчас все станем новичками, станем новичками и еще раз обнулимся и вот попробуем еще раз встать в тапочки новичка. Вот я сейчас вспоминаю себя четыре с половиной года назад, что я делал и как сейчас надо запускать и себя, и свою команду для того, чтобы добиваться результата. Все, я новичок, я обнулился, что мне нужно делать? Во всех наших бизнесах, в любой технологии, в лизинге, когда мы работали, в Чили, по продажам родов в Чили, в UDS, одна и та же технология достижения результата. То есть сначала для того, чтобы, когда вот я, например, купил франшизу UDS, что нужно делать? Вот первое, не тупить и сразу же быстро проходить обучение. Это очень важно, потому что пока я на энергии, пока меня идея захватывает, я не должен ковырять в носу, да, там, откладывать это на потом, я должен быстро пройти короткое, емкое теоретическое обучение, то есть чтобы знать какие-то базовые вещи, да, оно от трех до пяти дней занимает. Все обучение у нас, например, автоматизировано, прописано в UDS School и просто три-пять дней теории с куратором вместе, да, то есть вы просто вместе каждый день проходите вот это обучение в UDS School и, как следствие, за три-четыре-пять дней у вас вся теоретическая история полностью закрыта. Вы понимаете, что такое UDS изнутри, вы знаете, как создавать мобильное приложение сами, у вас там написан список, вы знаете, как делать звонок, как проводить встречу. Вся теоретическая история у вас должна быть готова в этом плане. То есть это должно быть короткое обучение, это не должно затягиваться на долгие недели. Дальше что вы делаете? Вы проводите практику вместе с наставником, то есть все первые встречи вы вместе с наставником их делаете, и это тоже как система обучения и как достижение первого результата. Когда мы работали в лизинге, я буду параллельно проводить какие-то параллели, рассказывать о том, как это работает не только в UDS, чтобы было понятно, что это общая механика, общая технология, ничего нового не изобреталось, и это все работает. Соответственно, когда мы там в лизинге, например, у нас было то же самое, у нас была система обучения, буквально 3-5 дней теории, и потом первые сделки всегда закреплялся за менеджером какой-то наставник, который вместе с ним проводил первую встречу, показывал ему как надо. Здесь ровно та же самая технология. И очень важно, чтобы человек быстро получил первый результат. Очень важно. Для того, чтобы человек первые деньги почувствовал. И, конечно же, чтобы почувствовать первые деньги, самое простое – это реализовать лицензию. Самое простое. Почему? Потому что у нас, во-первых, есть система дежурных внедренцев, которая помогает в реализации. У нас есть продукт, которым пользуются 20 миллионов человек, но и грех его не продать быстро. Поэтому задача – уже 3-5 дней теории, и в течение одной недели в практике продать первую лицензию вместе либо с куратором, либо с дежурным внедренцем. Все. Когда эта задача закрыта, дальше у каждого свой путь. Кто-то хочет дальше лицензии продавать. Ради бога, продавайте. Например, в моем случае, что было в моем случае, буду рассказывать через свой опыт. В первые 2 недели я продал 2 лицензии. Одна аренда и одна за 900 долларов. И потом я уже начал строить команду. Параллельно у меня еще одна лицензия за ближайший месяц продалась. И таким образом я забрал бонус быстрого старта и заработал суммарно 12 тысяч долларов. То есть мы говорим о бонус быстром старте на VIP-пакет. Соответственно, вот это абсолютно реальная задачка. И уже таким образом за первые 2 месяца, я почему-то первые 2 месяца, то есть имею в виду, смотрите, 12 дней вместе с обучением на продажу первой лицензии, мы начинаем нарабатывать базу на партнерские уже сделки. Для этого нам потребуется, я думаю, что еще где-то полторы-две недели. И вот мы к концу первого месяца зарегистрировали первого партнера, и у нас еще один месяц для того, чтобы забрать бонус быстрого старта. Суммарно 2 месяца для того, чтобы это сделать. 2 месяца. Все. Вот как бы за 2 месяца 12 тысяч долларов, если на VIP-пакетах забрать бонус быстрого старта, и вы на VIP-пакете, это уже больше, чем 5 тысяч долларов ежемесячно. Первая задача у нас уже решена. Окупил свои вложения, уже в 2 раза в плюсе. Вот это первая задача. Соответственно, понятен ли вот этот вот план, о котором я говорю? Друзья мои, кому понятно, напишите, пожалуйста, восьмерочки в чат, восьмерочки в чат, чтобы мы здесь зафиксировались, и теперь уже как раз к 4 шагам более детально перешли. То есть, еще раз, каким бы бизнесом мы ни занимались, везде одна и та же технология запуска себя как новичка. Быстрое теоретическое обучение, быстрая практика, благо у нас есть офигенное количество наставников, да. Быстрые первые сделки, получить первые сделки, почувствовать, что все работает, продукт продается. И потом у нас есть уникальная возможность в нашей франшизе быстро купить инвестиции, забрать бонус быстрого ставка. Я бы действовал так. Дальше каждый сам выбирает свой путь. Спасибо за обратную связь, вижу, что восьмерочка. Окей, идем дальше. А теперь 4 шага, которые внутри нашего обучения, в сочетании с практикой, позволяют этого добиться. Первое. Список 300 минимум, да. Хорошее значение, когда на этапе написания списка сделали 500 человек. Соответственно, и так, еще раз, что такое список? Базовые вещи мы с вами сейчас будем разбирать, никаких открытий я не буду делать, потому что это реально самый простой способ достичь результата. Что такое список? Это все те люди, которых мы знаем за свою жизнь. Просто надо сесть и написать этот гребаный список. Вот. На этапе партнеры, которые имеют определенные компетенции, очень часто задают вопрос, а можно ли организовать трафик через интернет? А можно ли холодными продажами заниматься? Можно все что угодно, но это менее эффективно. Поэтому на старте, особенно когда вы на старте, друзья мои, вот вы знаете, я даже не представляю, что бы со мной было, если бы я на старте начал заниматься холодными продажами. Нет. Я даже не представляю, как бы я развивался этот бизнес, если бы на старте я начал думать о том, как бы настраивать этот гребаный трафик с интернетом. Потратил бы на это кучу денег и так далее. Я не представляю, как развивался мой бизнес. Но за счет того, что мой куратор, он мне сказал, не парься, пожалуйста, просто сделай то, как у нас система работает, и ты уже получишь первый результат. И я ровно так и сделал. То есть, как у нас формируется? Почему мы говорим о том, что надо делать теплые продажи, особенно на старте? Когда ты уже профи, когда ты уже понимаешь, как это работает, можно какие-то другие источники испускать. Но сначала мы работаем по теплому списку точно. Соответственно, почему? Первое, потому что самое главное – доверие людей, к которым мы идем. Если я знаю своих людей 5 лет, 10 лет, то они как минимум меня нормально выслушают, дадут какую-то обратную связь. Например, я буду через собственный пример рассказывать. Первый мой клиент, который у меня купил аренду за 100 долларов, это мой лучший друг, у которого было в то время кафе в Ульяновске, и я ему говорю, Леша, классная тема, 100 баксов в месяц плати, я тебе там внедрение буду делать бесплатно, давай будем разбираться с этим инструментом. И вот он взял лицензию в аренду, мы активировали ему лицензию, и я уже за первые три дня начал получать практический опыт. Ни в коем случае ничего нельзя давать бесплатно, или это не будет цениться. То есть все за деньги в тарифах, уговоренных нашей компании. Соответственно, вот так у меня появился первый клиент. Второй мой клиент – это мой бывший сотрудник, который увольняясь и знаем, то есть я напомню, что я совмещал в то время, я приехал в Новосибирск его увольнять, и он открывал магазин одежды. И мы сели просто за чашечкой пива вечером и начали разговаривать о том, как он планирует строить маркетинг в своем магазине, что он планирует делать. И как бы в ответ на идею его выпустить много-много дисконтных карт, пластиковых, я ему говорю, Антон, ну это ни к чему вообще, абсолютно зачем. Есть более современные инструменты, вот, пожалуйста, мобильное приложение, стоит 900 баксов, 60 тысяч рублей, и ты один раз его покупаешь, и у тебя навсегда получаются все возможности мобильного приложения, в том числе электронная карта. Зачем? И все, и он купил у меня лицензию UD за 900 долларов. То есть вот это первые две продажи в первый месяц, которые были просты, и я сразу же почувствовал, что деньги есть, что деньги работают, что людям идея откликается. Если бы я начал работать как-то по-другому, скорее всего, у меня были бы какие-то вопросы, какие-то сложности возникали. И, скорее всего, ну я бы не получил первые деньги, и тогда чтобы что-то пошло не так. Соответственно, вот поэтому надо работать по теплому списку сначала, всегда. И когда я пишу список, что мне надо сделать? Во-первых, мне надо сразу же выделить бизнес. Почему? Потому что сначала надо реализовать лицензию, это просто. Мы начинаем с простых, понятных вещей, которые может сделать каждый. И если мы говорим про список 300, то приблизительно предпринимателей в этом списке из 300 человек будет приблизительно 30 человек. У кого-то 60, у кого-то 100, но в среднем 30. Соответственно, из этих 30 мы выбираем тех, кому проще всего продать лицензию. Это три сферы бизнеса. Это сфера бьюти, это розничные магазины и это общепит. То есть это те три сферы, которые в клиентах UDS это 80%. И мы прежде всего к ним идем, да, и дальше сейчас по шагам посмотрим. Но мы должны понимать, что вот, например, с 30 клиентов, 20 клиентов, это вот наша целевая история. Наша целевая история. И мы должны с ними прежде всего проработать. Это просто. Дальше. Мы пишем список без синдрома Ванги. Что такое синдром Ванги или еще игра в Бога называется. Да, этому надо, этому не надо. Ну, то есть вот это вся, когда человек начинает решать за других людей, что им надо, а что не надо. Расскажу тоже один из случаев из моей практики. У меня в списке на старте не было некоторых людей, которых я туда дописывал по мере прохождения различных обучений, как сейчас. То есть мне сказали не без синдрома Ванги. Я туда дописал Александра, моего бывшего руководителя, на которого я вообще не рассчитывал. Вообще не рассчитывал от слова совсем, да, в качестве или партнера, или клиента. Потому что я всегда знал этого человека, как сотрудника по найму, как руководителя, у которого все хорошо всегда, и он работает в крупных компаниях за большие деньги. И я думал, да нафига ему это надо, и так далее, и так далее. Так вот, но в результате, когда я с ним встретился, мы с ним обсудили, да, я ему рассказываю про то, что сейчас продвигаю продукт UDS. Он говорит, слушай, а моему управляющему где-то две недели назад в Волгограде рассказывали, приходили в мой салон красоты и рассказывали про то, что вот есть такой продукт. Я говорю, подожди, Саша, а какой салон красоты, о чем ты вообще говоришь? Какой салон красоты у тебя в Волгограде? Он говорит, у меня 10 лет салон красоты в Волгограде. Я говорю, так я об этом не знаю. Он говорит, так ты и не спрашивал. То есть я даже не знал, что у этого человека есть бизнес, да, и если бы у меня он не попал в список, то он бы у меня сначала не купил лицензию. То есть сразу же он покупает лицензию за 900 долларов, потому что я ему просто грамотно объяснил, и я разговаривал с ним как собственником бизнеса. Он покупает лицензию за 900 долларов. Этот клиент до сих пор на нашей платформе, да, и он пользуется продуктом и получает результат. Дальше я его мотивирую участием в бизнес-форуме в Питере, и мы вместе с ним из Москвы едем в Питер, и после этого форума он становится партнером компании. А через 3 месяца, через него, его партнером становится Дмитрий Романов, да, которого вы все отлично знаете, я думаю, который из Перми, и который является одним из топ-лидеров компании, членом ДМБ, членом моей команды. Соответственно, Дмитрий Романов с командой там 400 человек не появилось бы, если бы я не написал Александра в список, в мой список, если бы не выключил синдром в Англии. Вот так это работает. То есть, представляете, какая взаимосвязь, цепочка событий от одного простого решения, значит, пованговать немножко, решить за человека, вместо того, чтобы просто позвонить ему и дать информацию. Вот так это работает. Ну и третий пункт, который здесь про список. Когда ты написал список, разбери его с куратором. Что это такое? Это значит взять список открытия, и вместе с куратором или на онлайне, или точно прямо взять его и разобрать, да, то есть, чтобы куратор тебе подсказал, почему здесь там 50 человек, хотя надо 300 человек. Это тоже помощь куратора сказать, что надо сделать больше, да. Почему не выделил бизнес? Вот, почему ты рангуешь? То есть, вот это работа куратора сказать, что просто один раз сделай нормально. Вот. Ну вот, вот это первый пункт в список. Если вы сейчас взяли какие-то инсайты из этой истории, пожалуйста, напишите один инсайт, да, по списку, и мы с вами двинемся дальше. Я как раз чат открыл, сейчас посмотрим, чат зумовский. Вот какие будут инсайты и двигаемся дальше. То есть, еще раз, друзья, самая главная идея, которую я хочу донести. Мы пишем список, потому что теплые клиенты, теплые партнеры – это самое простое, как я могу заключить первую сделку и заработать первые деньги. Это самое простое, что мы можем сделать. Я бы потратил кучу времени, если бы я действовал по-другому. Ага, звонить всем. Ну, это следующий инсайт будет, разбор с куратором. Сначала написать всех, да, Денис? Наверное, сначала написать всех. Разбор с куратором, простота, список писать всех, кого знаешь. Не будь вангой, не ванговать, просто написать этот гребаный список. Не думай за других, пойду требовать список с партнера. Отличная идея. Список должен быть, писать всех, реализовать первую лицензию, не вангуй, не решать за людей. Отлично. Окей, двигаемся дальше. Список написан, двигаемся дальше, да. Это все есть в системе нашей обучение в этом найдете просто я бы хотел чтобы мы с вами более детально разобрали внутрь второе звонок второе простое действие написали список чем мы делаем мы не спим с этим списком не представляем себе космические корабли вот она просто звоним и наши задачи у нас есть два типа звонка да то есть первый звонок это с целью продать лицензии 2 звонок с целью может пригласить на деловой встречу по партнерской программе и соответственно с кого мы начинаем на начинаем с предпринимателей да то есть у нас выделена список предпринимателей мы им звоним этим предпринимателем и что мы вам ist нас выделили там 20 человек например да это те кому мы с большей степенью вероятности быстро продадим в结 и мы ему звоним и говорим скрипт звонка приблизительной такой без каких-то излишек. Дружище, слушай, как у тебя там ресторан твой поживает? Отлично, слушай, я сейчас занимаюсь продвижением IT-продукта, который помогает ресторанам увеличить прибыль. И у меня есть специалисты, которые конкретно с ресторанами работают и увеличивают выручку на 15-20%. Тебе было бы интересно познакомиться, чтобы мы тебе рассказали, как это ты можешь реализовать в своем ресторане. Все, вот прям просто базовая вещь, без деталей, какой продукт, без деталей, что конкретно. Базовые вещи, о которых мы говорим. Я занимаюсь продвижением продукта, у меня есть команда специалистов, которая может увеличить выручку на 15-20%. Интересно общаться. Соответственно, дальше, да, все очень просто, звонок сделан, встреча назначена. Дальше мы привлекаем на эту встречу внедренца, который специализируется на ресторане. Самая простая задачка, которая может быть. У кого-то куратор является тоже внедренцем, поэтому мы привлекаем куратора. Соответственно, встреча по делу, без деталей, либо вместе с куратором, либо внедренцем. Когда мы уже дальше назначаем встречи по партнерке, скрипт приблизительно тот же, просто упор на другое. Там, дружище, привет, как у тебя дела, чем ты занимаешься, понятно, слушай, у меня тут есть изменения, у меня есть для тебя деловое предложение, я сейчас занимаюсь новым проектом, который связан с предпринимателями. Я тебя знаю, например, предположим, человек из банковской сферы, что ты работаешь с предпринимателями, и я думаю, что у нас здесь есть точки соприкосновения. Давай встретимся, обсудим сотрудничество. Вот, поэтому без деталей, да, ты назначаешь встречу по делу, не даешь деталей никаких, и проводишь эту встречу вместе с куратором или внедренцем, то ты заранее говоришь о том, что встреча будет не только с тобой, но и там с моим партнером. Вот, соответственно, по примерам, здесь тоже парочку примеров вам накинул, соответственно, давайте здесь я хочу остановиться на нескольких моментах, на нескольких моментах, когда какие могут быть ошибки в звонке. То есть базово первая ошибка рассказать все по телефону, вывалить всю информацию, приложение UDS, 20 миллионов скачиваний, да у нас какие-то клиенты, или если мы, например, говорим про партнерку, да я разработал 10 тысяч долларов в первый месяц, тут люди миллионы долларов зарабатывают, и это все по звонку человеку, которого ты не видел год. Ну вот, поэтому многие люди и испытывают дискомфорт при упоминании слова сетевой маркетинг, потому что многие люди, неправильно осуществляя действия, да, они могут, да, создать неправильное впечатление об этом инструменте. Ровно так же, как если, например, когда мы занимались лизингом, наш менеджер по продажам начинал вместо того, чтобы назначать встречу, делать презентацию по телефону, у нас резко снижалась конверсия в сделке. Тогда человек начал, когда там наш менеджер по лизингу рассказывал про налоговые льготы по телефону. Тогда, ну то есть, это все ненужная информация. Надо всего лишь назначить человек на встречу, все, что требуется. Вот, это тоже элемент сделки для создания доверия, то есть по телефону продавать почти невозможно, почти невозможно. Вот. Звонок – это просто элемент, как создавать следующий шаг для укрепления доверия этой встречи. Окей, здесь тоже разобрали. Давайте, да, накидываем ваши инсайты по поводу этого инструмента, по поводу звонка. Давайте, напишите один инсайт. Вопрос тоже можно задавать здесь, я тоже их отвечу. Ваши инсайты, погнали. По звонку. Не выкладывать все карты к звонке. Цель звонка назначить встречу. Короткий звонок – цель назначить встречу. Отлично. Надо всего лишь просто назначить встречу. Будешь продавать по телефону, будешь деньги получать по фракту. Отличный пример. Утеплиться и продать встречу. Не проводить встречу по телефону. Ну и вот, например, вопрос от Сергея. А если все-таки просит подробностей, как это работает? Ты звонишь продать встречу. Соответственно, твоя задача – просто продать встречу. Ты говоришь, Андрей, это я уже рассказываю при встрече. Тебе в целом интересно то, о чем я говорю? Если интересно, давай работать. Давай назначим встречу, я тебе детали расскажу. Если тебе не интересно, то какой смысл мне давать детали? Вот и все. Я бы так отвечал. Окей, спасибо, друзья, за обратную связь. Двигаемся тогда дальше. Третий шаг. Назначили, сделали звонок, назначили встречу. Теперь надо провести эту встречу. Первые встречи, еще раз, смотрите, первые встречи по технологии мы всегда проводим либо вместе с куратором, либо вместе с дежурным внедренцем, если это встреча по продаже лицензии, продаже продукта. Это первое, что надо себе понять. Есть многие партнеры, которые хотят завредать велосипед и хотят проводить встречи сами. Не надо этого делать, потому что технология другая. Любая система продаж подразумевает, что сначала вы работаете с наставниками. У каждого из вас есть 4-5 наставников. В процессе обучения у нас технологию заложено познакомиться с этими наставниками. И поэтому вы можете использовать этот ресурс для того, чтобы вам провели первые встречи, показали, как это работает. Это не значит, что для вас будут их целый год катать. Нет. Вот как раз первые встречи, они для чего? Пункт номер 2. Для того, чтобы вы учились и все записывали. То есть я на встрече всегда сидел с ручкой и тетрадью. Когда мне куратор мой проводил встречи, я не сидел, не ковырял на суд. Я все записывал себе. То есть мне... Я не просил куратора за меня делать мою работу. Я просил куратора показать мне пример, чтобы я дальше смог это сделать сам. Я только с этой точки зрения ко всей этой истории относился. Я мог сразу же проводить встречи сам. Мог, потому что у меня был соответствующий опыт. То есть я понимал технологию. Но мне было важно посмотреть на опыт других людей. Вот, например, Ирина Романченко мне встречу провела. Дима Соловичук я попросил его провести. Саша Свистынов попросил его провести мне встречу. И вот я впитал от встреч каждого человека его логику, его план построения встречи, его фразы записывал себе. И после этого, после каждой встречи я сам уже анализировал и составлял свою встречу. То есть я прям встречу свою прям записал. У меня было три листа расписано, как я буду проводить встречи по продаже лицензии, по партнерам. Потом, естественно, сейчас это уже все на автомате. Сейчас вы меня разбудите ночью, я вам наговорю любую абсолютно презентацию. Но до этого, для того, чтобы это вышло в такой уровень, надо просто учиться и все записывать. И дальше, когда мы проводим вот эти встречи, очень важен темп. То есть, вот смотрите, темп, он нужен всегда на протяжении первого месяца, пока мы проходим обучение и заключаем сделки. Если мы начинаем всю эту историю растягивать, если у нас одна встреча в неделю, одна встреча в месяц, забудьте про результаты. Это все херня, это не бизнес. Это то же самое, как если я хочу снять для своей палатки с шаурмой место и смотрю одно место в месяц. То есть, я найду нормальное помещение для палатки с шаурмой через год. Какой это бизнес? Бизнес – это темп. И поэтому я в темпе прохожу обучение, в темпе звоню и назначаю встречи. И в темпе эти встречи провожу. И третий пункт, который я здесь хочу отметить, что когда мы эти встречи проводим, внутри не должно быть внутренних качелей. Что я имею в виду внутренние качели? Внутренние качели, когда нам отказывают. То есть, надо четко понимать, что нам будет отказывать. Я не представляю ни одного бизнеса, где вам бы не отказывали. Представляете, я занимаюсь, один из моих бизнесов – это роды в Чили. И вы представляете, что такое продавать роды в Чили? То есть, там и отказы, и хейт, все что угодно там есть. Так же и в нашем бизнесе. Когда мы занимаемся, когда наша компания, она в том числе строится по принципу сетевого маркетинга. Мы должны четко понимать, что мы будем сталкиваться с неадекватными людьми. С людьми, у которых не все в порядке с головой, и они будут встречаться среди наших знакомых. С людьми, у которых детство плохо прошло, и они сейчас могут какой-то негатив возмещать, компенсировать свою недостаточную успешность или еще что-то через других людей. К этому надо быть просто готовым. Нет ни одного продукта, который бы продавался сам по себе. Нет ни одного продукта, который бы нравился всем. Нам надо из числа нашего списка 300-500 человек выделить предпринимателей и партнеров, которые вместе с нашей идеей, с нами пойдут вместе. А для этого неизбежно то же самое, как и с девочками. То есть прежде чем встретить ту самую единственную, мы должны перебрать какое-то количество девчонок. То есть маловероятно, что мы вот в 17 лет встретили ту самую единственную на всю жизнь. Такие случаи тоже есть, но по статистике это маловероятно. Соответственно, надо это понимать, и вас не должны после каждой встречи болтать. Вас не должно коробить количество отказов, например, и так далее. И здесь я хочу вам тоже дать несколько фишек и собственных жизненных примеров. Например, вот я рассказал вам про двух клиентов, которые у меня были на старте. Третий мой клиент это ресторан Арбат-13. Сейчас, к сожалению, он уже не работает. Это Москва. И как он появился, этот ресторан, в моем портфеле клиентском, он появился следующим образом. У меня был свой ресторан караоке, любимый в Москве. Тогда я жил в Москве. И что я сделал? То есть я пришел к администратору. Ну и так, как я там часто бывал, у меня была пластиковая скидочная карта, 200% скидка. Я в этом караоке часто бывал, познакомился с администратором, которая как раз мне эту скидочную карту и дала. И я с ней разговаривался и говорю, Екатерина, так и так, а вот хотелось бы с собственником бизнеса познакомиться. У меня есть деловое предложение по поводу того, как вот от этих пластиковых карточек избавиться и перейти в мобильное приложение. Можете меня с ним познакомить? Она говорит, слушайте, я даже вас знакомить не буду, потому что знаю, что у меня, ну, он не вполне адекватный собственник. Она не современная, не технологичная, и она, ну, жадная. Поэтому я вас не буду даже знакомить, потому что результат от этого не будет. И смотрите здесь, как это может быть. То есть я встречу, по сути, провел, да, галочку себе поставил. Но какие есть варианты развития событий? Первый вариант, самый плохой, который я буду делать, я буду ее прессовать до тех пор, пока она мне не даст гребаный контакт с собственником бизнеса, да. Это первый момент, негативный сценарий. То есть нет, дай мне контакт, да, я с ней поговорю и так далее. Второй сценарий, как бы тоже не самый активный, ничего, тоже не самый хороший, ничего не делать дальше. Ну, ладно, нет, так нет. И третий сценарий, правильный сценарий, правильный сценарий, который должен быть, это взять рекомендации. То есть если вы во время встречи понимаете, что человеку не откликается идея, он не готов, у него там, не знаю, нет денег там, ну, то есть он явно показывает вам, что у него нет готовности двигаться дальше. Это может быть как с предпринимателями, так это может быть и с непредпринимателями. Это нормально, у каждого есть свой выбор, у каждого есть своя какая-то позиция. Всегда берите рекомендации. Всегда берите рекомендации. Это фишка, да. Что я спросил у Екатерины. Екатерина, я говорю, ну, ты же не первый год в этой сфере работаешь. Дай мне, пожалуйста, рекомендации предпринимателей, которым бы я мог предложить наш, ну, кому более современных предпринимателей, кому бы это могло быть интересно. И она мне дает две рекомендации. Первая из них Арбат 13, а вторая – это ресторан Монтис Фрэнс. Это тоже мой будущий клиент. Две рекомендации, две сделки. Это при том, что у меня вообще не было контактов в Москве, от слова совсем. Потому что я жил в Москве, но в лизинговой компании управлял регионами. У меня почти не было контактов в Москве. Вот это как фишка, как из встречи можно выжать максимум, даже если встреча заканчивается ничем. Теперь разберем какой-нибудь пример по встрече с партнером. Когда партнер. То же самое. Если мне на встрече говорят, слушай, но я понимаю, что это не мое и так далее, я не буду в чувака вдалбливать информацию. Я не буду его уговаривать. Я просто скажу, дружище, классно, а хотел бы ты тогда подзаработать без денег, ну, без вложений каких-то. Ну, да, нормально. Вот смотри, я тебе когда рассказывал презентацию, наверняка у тебя появились в голове фамилии людей, предпринимателей, с которыми бы ты первым хотел пообщаться из числа твоих знакомых, других людей, которым бы ты мог предложить это как бизнес. Правильно? Правильно. У всех начинаются такие мысли. Вспомните себя. У всех сразу же в голове возникают такие фамилии. Так вот, давай ты позвонишь этим людям, скажешь, что есть вот Саша, у него есть классное деловое предложение и дашь мне номер телефона. От тебя больше ничего не требуется. Дальше я все сделаю сам. Я сам с ними встречусь, сам проведу переговоры, и если сделка срастется, 100 баксов твои. То есть, если вы на VIP-пакете, у вас с лицензией 400 долларов маржа, 100 баксов можно отдать. Если вы на VIP-пакете, то за продажу другого VIP-пакета или премиум-пакета у вас все равно есть 500 долларов или 1000 долларов комиссий, 100 баксов можно легко отдать. Вы договариваетесь, и у вас встреча не заканчивается ничем. И вы не вдалбливаетесь в этого человека. Вы не 10 раз к нему потом возвращаетесь. Он говорит, я не хочу ничего покупать. Ты мне 10-ю встречу назначаешь, а я тебе по-прежнему говорю, я тебе не хочу ничего покупать, не куплю у тебя ничего. Но ты ему продолжаешь 10-ю встречу назначать. Возьми у него контакты и двигайся дальше. Твоя задача – двигаться быстро. Тебе нужен темп. Темп, 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 темп. Ты должен найти своих людей, найти своих клиентов. Вот так это работает. Окей, друзья, кто здесь присутствует, напишите, пожалуйста, ваши инсайты от встречи. От третьего пункта – от встречи. Супер тема – дать рекомендации. Окей. А вопрос можно? Давай. Как вот тебе дали телефон, вот как практически ты делаешь этот звонок? Вот я тебе дал рекомендацию. Ты просишь, чтобы я позвонил человеку, и он, чтобы тебя набрал. Или ты сам звонишь? Можешь поделиться вот здесь немножко? Я ему говорю, мне от тебя нужно следующее. Позвони человеку и скажи, что есть Саша Лукьянов. Он занимается классной историей, и у него есть к тебе деловое предложение. Все, больше ничего не требуйте. И дать мне его номер телефона. После этого я звоню этому человеку, например, Васе. И, допустим, Вася не предприниматель, но Петя знает Васю как человека, который в страховой компании работает, и он ему что-то намекал про то, что он хочет собственный бизнес. Я ему звоню и говорю, Вася, привет, я тебе по рекомендации от Пети. Меня зовут Александр Лукьянов. Петя мне сказал, что ты активный молодой человек, работаешь в страховой компании, тебя интересуют возможности создания собственного бизнеса. Все верно? Все верно. Отлично. Я как раз таким бизнесом занимаюсь, я вижу точки пересечения, потому что мы с тобой вместе работаем с предпринимателями. Давай завтра встретимся в Zoom, потому что сейчас в основном Zoom, конечно же, то есть в основном онлайн встреч. И я с тобой поделюсь, как это можно сделать. Окей? Все, вот так. Вот как пример. Спасибо, супер. Окей, итак, зачитаю. Рекомендации, рекомендации темп. Всегда брать рекомендации. Первая встреча только с куратором. Твоя задача двигаться быстро. Темп, темп, темп. Темп, брать рекомендации. Всегда берем контакты, рекомендации, если человек не хочет в бизнес. Важно держать темп. Не вдалбливать, а брать рекомендацию. Проводить встречи, не останавливаться, держать темп. А как же три трешки? Как понять, у кого брать рекомендации? А с кем еще не нужны трешки? Если у человека есть интерес к встрече, тогда ты, в продолжении диалога, если тебе человек говорит, да, мне интересно, я хочу разбираться дальше, тогда ты с ним проводишь четвертый шаг, он у нас сейчас будет трешка. Если тебе человек на первую встречу говорит, слушай, Саня, мне это неинтересно. Ну вот представь, вот наверняка тебе так же каждый день названивают какие-то люди и что-то предлагают. Нам же каждому поступают тысячи звонков в день. Я уже просто задолбался блокировать номера различных банковских предложений, страховых предложений, еще что-то. Звонят каждый день по сто раз. Но если ты говоришь человеку нет, и вот знаешь, это как Сбербанк. У девочки в Сбербанке есть скрипт. И когда она тебе говорит, я хочу вам предложить открытый рассчитанный счет для вашего ИП, ты говоришь, не надо. Чего она на это говорит? Уточните, пожалуйста, почему вы не хотели бы, но я хотел бы сказать о том, что у меня супер предложение для вас и так далее. Блин, бесит просто. Просто бесит. Но если тебе человек, ясным, нормальным, человеческим языком сказал, мне не надо. Зачем его мучить? Это вызовет только негатив. Ты должен сразу... Но твоя задача от этой встречи сразу же получить какой-то выхлоп. Если тебе человек сразу говорит на ходе, мне неинтересно, получи рекомендацию. Вон Вячеслав пишет. Помню, мне проводили презентацию в страховой Медлайв. Попросили рекомендацию, дал ввести контакт. Это нужно. Окей, друзья, все, двигаемся дальше. Четвертый шаг – это трешка. Александр, а можно вопрос? Давай. Здравствуйте. Вот была такая ситуация. Звоню теплому контакту, хочу назначить встречу. Она уже... Ну, мне уже говорит, мне неинтересно, мне сейчас некогда другим чем-то заниматься. Тогда говорю, ну, давай встретимся, чтобы ты хоть чуть-чуть узнала и дашь рекомендации. Она говорит, ну, как я дам рекомендации, когда я не знаю, о чем вообще речь. Ну, вот, какой-то замкнутый контакт получается. В этой ситуации есть какой-нибудь выход. Ага, и что? В чем вопрос? Ну, вопрос в том, что может какой-то другой скрипт или как-то по-другому все-таки сделать так, чтобы я с ней встретился, чтобы она хотя бы послушалась. Я понял вопрос. Смотри, это последний человек в твоем списке? Нет. А в чем тогда вопрос? То есть, ну, тебе человек ясно дал понять, что на текущий момент он не готов к разговору о бизнесе и не готов давать рекомендации. Не надо изобретать новый скрипт, который 100% твоих знакомых переведет встречу и рекомендации. Такого не будет. Нет такого скрипта. Тебе надо просто позвонить другому человеку с тем же самым скриптом. Понимаешь? Понял, спасибо. Несмотря на то, что он даже ресурсный какой-нибудь человек. Блядь, да? Вот знаешь, когда мне говорят, это ресурсный чувак, я уже встречу не хочу проводить. Понимаешь? Потому что... Ну, Савчик. Потому что бесит просто. Ну, какая разница, какие у него ресурсы? Какая разница? То есть, если он этими ресурсами не захочет воспользоваться, а если, ну, ничего не будет. Если у него нет ресурсов, но он захочет проводить встречи, делать переговоры, заключать сделки, какая у меня разница, какие у него ресурсы? То есть, здесь самое главное, это не ресурсы, это темп проведения переговоров. Если он суперресурсный, но он будет по своим ресурсным контактам раз в месяц проводить переговоры, что мне от него толк? Какой у меня толк от него? Никакого. Я его подключать даже не буду. Он мне не нужен в команде. Я на него просто время потрачу пустую. Мне нужны люди в команде, которые готовы темп держать и проводить переговоры. Есть у них ресурсы? Нет? По барабану. До глубины души. Спасибо большое. Все. Окей. Двигаемся дальше. Смотрите. Четвертое. Провели встречу. Интересы у человека есть. Следующий шаг. Это либо трешка. Ну, вот смотрите. Трешка. Трешка я называю встречу с другим человеком, который делится своим опытом, максимально близким к тому человеку, которого мы на эту трешку приглашаем. В мероприятии это тоже трешка. То есть, когда я говорю дружище, приходи завтра в офис, у нас будет презентация, я тебя познакомлю с такими-то, такими-то людьми. Это тоже трешка. Просто через мероприятие. И мой опыт подсказывает, что самые красивые, лучшие, интересные, сильные сделки заключаются через мероприятие. Поэтому мероприятие, придумывайте мероприятие. Если вы в своем городе и у вас нет линейки мероприятий, это жопа. Вам срочно надо делать линейку мероприятий. То есть, это либо бизнес-завтрак, либо бизнес-форум. В идеале, если вы в своем городе хотя бы раз в неделю делаете бизнес-завтрак. Это мероприятие, на которое вы можете ориентировать своего человека. То есть, каждую неделю у вас должно быть мероприятие. В этом плане Москва имеет шикарное преимущество, и далеко не все партнеры умеют этими преимуществами пользоваться. У нас в Москве каждый день мероприятие. Каждый день проводится встреча в офисе, открытая. И на этой встрече, во-первых, за вас расскажут презентацию. Во-вторых, там будут ребята, с которыми можно поделать трешки. И я помню, что когда я начинал, я прямо приходил на каждую презентацию, на каждую презентацию. Выступали разные ребята. И я воспринимал это с двух точек зрения. Первое, я приводил туда людей. И второе, я сам сидел на этой презентации и записывал, как проводить встречу человек, кто проводил презентацию. То есть я обучался. То есть я не просто проводил на презентацию, я обучался параллельно. Таким образом, то есть, да, трешка мероприятий, это обязательно. И вы выводите, то есть, и, например, через мероприятие или трешку, вы говорите, я хочу познакомить тебя с моим партнером по бизнесу Александром. Почему? Почему? Потому что, Саша, так же, как и ты, работал по найму. Саша, так же, как и ты, работал в финансовой сфере. И так же, как и ты, вот ты мне говоришь, я бы хотел совмещать. Он так же, как и ты. То есть ключевая фишка, смотрите, мы на трешку выводим людей, которые максимально подходят к тому человеку, который у вас на переговорах, чтобы было общее, чтобы было то, чтобы объединять людей. Вот для этого мы выводим на трешку. Вот, мероприятие это идеальная трешка, потому что, когда человек приходит на мероприятие, он видит ситуацию целиком, он видит сообщество, он видит компанию, он видит партнеров. И вы можете там сделать 3, 4, 5 трешек сразу же. Это мероприятие, это обязательно. Можно прямо линейку построить. То есть, смотрите, вы провели встречу, говоришь, слушай, давай так делать. Я завтра тебя познакомлю с Сашей Лукьяновым. Вот он, почему 1, 2, 3, то есть мы продаем трешку, то есть мы не просто говорим, я тебя с Сашей хочу познакомить, мы человеку объясняем, почему я познакомлю тебя именно с Сашей Лукьяновым. А послезавтра у нас будет в Москве бизнес-форум, как раз к субботу, да, почему? Потому что удобно, ну, как бы, на него прийти. И это самая выгодная суббота будет в своей жизни, потому что ты поймешь, как все это выстраивается. Я, например, вот я лично заключил, теперь через собственный пример, я лично заключил контракт с компанией после бизнес-форума, потому что у меня все стало на свои места, у меня все разложилось, я все понял для себя. Поэтому тебе это тоже нужно. Вот, поэтому мероприятие обязательно, трешка обязательно. В идеале, как бы, два-три касания после проведения первичной встречи. Два-три касания. И теперь следующий этап, это закрытие сделки. Это тоже вот четвертый шаг в нашем бизнесе. Закрытие сделки. Когда проведена трешка, когда проведено мероприятие, иногда партнеры забывают предложить купить. То есть такое ощущение, что ты позвал человека на мероприятие, чтобы с ним потусить. Не для того, чтобы купить. Не для того, чтобы с ним сделку закрыть. Еще раз. Я хочу партнеров, команду. Или я хочу, чтобы клиент купил у меня продукт. Вот я для этого все делаю. Не для того, чтобы за ручку подержаться. Я делаю действия для того, чтобы мой бизнес рос и развивался. А мой бизнес будет расти и развиваться только тогда, когда я сделки заключаю. И поэтому я предлагаю своему партнеру вместе со мной быть в команде и работать со мной. Я не стесняюсь этого. Я не тушуюсь, как бы ему про деньги с ним разговаривать. Говорить про деньги с людьми. То есть ему надо сказать, дружище, ты всю информацию для себя понял, услышал. Что тебе больше всего понравилось? Классно. Окей, смотри, у нас завтра обучение будет проходить. Как тебе идея сегодня оформить франшизу? И завтра уже как партнер быть на обучении. А послезавтра мы с тобой пойдем деньги зарабатывать. Я купил свою франшизу в субботу после обучения для того, чтобы в субботу после бизнес-форума, вот это реальный факт, через собственный пример. Я купил в субботу, в апреле, в апреле 17-го года, уже не помню, какая там точная дата была, после бизнес-форума. Для чего? Потому что у меня был дедлайн. На следующий день после бизнес-форума было обучение. Если бы не было дедлайна, я бы, наверное, стал бы думать, рассуждать, о чем-то мечтать. А мне сказали, завтра обучение, оно только для партнеров. И поэтому я купил франшизу. Соответственно, надо четко понимать, что если нет дедлайна, то ничего хорошего не будет. То есть всегда надо договариваться о каких-то дедлайнах и мотивировать дедлайна. То есть мотивировать обучение. Дальше, какие у нас еще дедлайны есть? Дедлайн нам диктует бинар. То есть у человека, если он быстро принимает решения, больше возможностей, потому что он встает в бинар впервые других. Поэтому не забываем об этом и рассказываем людям. И я вот прям мотивирую людей сюда. Вот давай, смотри, вот ты будешь вот здесь. Сейчас прошел бизнес-форум. У меня было пять гостей. Что это значит? Это значит, что по конверсии два-три гостя у меня закроются в сделке. Ты один из этих трех гостей. Если ты сейчас принимаешь решение, то два остальных гостя будут под тобой, будут в твоей команде. Если ты сейчас не принимаешь решение, то, скорее всего, ты будешь работать в команде этих ребят. Через бинар мы мотивируем закрывать сделки. То есть технология закрытия сделки одна и та же, одна и та же. Давайте я прям через собственную хручу. В лизинге как было, мы закрывали сделки акциями, спецпредложениями. Концом месяца помоги заключить сделку, потому что конец месяца не надо планы выполнять и так далее. В Чили, по сделкам, по нашим бизнесу, по родам в Чили, там есть естественный дедлайн в виде родов. Мы говорим клиентам, что если ты сейчас не заключишь контакт, то мы не найдем себе жилье в Чили, мы не сможем тебя записать к врачам и так далее. Всегда надо устанавливать дедлайны для того, чтобы заключать сделки. Это надо четко понимать. Окей. Давайте теперь, да, ваши инсайты, жду ваши инсайты. Жду ваши инсайты. И вопросы. Сейчас вот вопрос, как правильно приглашать на мероприятие. Сейчас тоже обсудим. Не надо делать ставки на именно этого человека, он ресурсный, это называется избыточное ожидание. Ценность места, кто под кем, дедлайн, хороший дедлайн, бинар. Если все же человек хочет подумать в течение времени, как закрывать сделку. Сейчас тоже разберем. Предложить закрыть сделку. Не предложил, не продал. При промо на трешку, так же, как и ты. Отлично. Мотивация бинара. Дедлайн, ускоритель принятия решения. Приучить себя быстро работать. Отлично. Мотивирует на регистрацию дедлайн. Ценность места и обучение, как дедлайн. Нужно больше мероприятий в городе. Делай. Ага. Как тебе идею купить франшизу, а завтра пойти на обучение. Отлично. Смотрите, конкретно в моем случае. То есть у каждого человека будет своя какая-то тема, которая его цепляет. Меня, например, бинар не цеплял. Я даже толку в нем не разобрался. Но меня цепляло обучение. Потому что я знаю, что такое обучение. Я понимаю его ценность. Если вы работаете с корпоратом, то есть если у вас человек в корпорате, страхование, банки, лизинги и так далее, большая ценность в обучении. Соответственно, если вы работаете с сетевиками, с предпринимателями, там большая ценность будет в бинаре. Быть первым. Вот. Итак, отвечаю теперь на вопросы. Хороший деблайн-бинар, если все же человек хочет подумать и тянет время, как закрывать сделку. Ну, так, да никак. Иди дальше. Ты скажи, окей, смотри, зарегистрируй другого человека и пришли ему скрин, что вот этот человек уже зашел. и скажи, у меня еще двое человек планируют зайти. Ты тоже их пропустишь или примешь решение? Как правильно приглашать на мероприятие? Так же, как и приглашать на встречу. Скрипт не меняется. Минимум деталей, максимум интереса. То есть, скорее всего, ты на мероприятие будешь приглашать человека, у которого была какая-то первичная информация. Ты звонишь этому человеку и говоришь, Саня, как дела? Мы с тобой позавчера проводили встречу, и я поняла, что у нас есть отличный повод встретиться и отличный повод тебе еще раз разобраться в нашем бизнесе. У нас бизнес-форум, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот и все. Вот так. Могу тебе еще такую фишку сделать. Например, у нас планируется мероприятие итоги года, и сейчас дам фишку свою. Ты можешь позвонить человеку, которому недавно давал информацию по бизнесу и сказать, Саша, привет, как у тебя дела? Ты вот помнишь, я тебе давала идею по поводу франшизы. Ты еще, я правильно понимаю, что ты еще не принял какое-то решение? Человек говорит, нет, не принял. Еще разбираюсь, думаю и так далее. И ты ему говоришь, а как тебе идея сэкономить 450 тысяч рублей? Ну, то есть 450 тысяч рублей – это наша вип-франшиза. Человек говорит, ну, конечно же, я как бы хочу сэкономить 450 тысяч рублей. Давай мы сделаем так. У нас 6-7 февраля самое глобальное мероприятие за год. Это итоги года. Там будут разработчики от компании, там будут рассказывать о наших результатах за год, о наших целях, планах. Там будет награждение топ-партнеров. То есть это самая шикарная возможность узнать про компанию максимально глубоко и разобраться в нашем бизнесе. Так вот, билет туда стоит 9 тысяч рублей. Кидай мне сейчас на карту 9 тысяч рублей, я куплю тебе билет, и мы с тобой сэкономим 450 тысяч. Почему? Потому что если после этого мероприятия ты поймешь, что эта идея не твоя, история не твоя, то ты сэкономишь 450 тысяч рублей. Ты не будешь покупать этот пакет. А если после этого мероприятия ты скажешь, да, это круто, то тогда ты полноценный партнер, и ты сразу же начнешь зарабатывать. Ты будешь уверен в том выборе, который ты сделал. То есть сэкономить 450 тысяч рублей. Окей. Так, и какой порекомендуешь держать темп по встрече? Минимум 2 встречи в день. Минимум. Когда я запускался, вот я уволился с... Когда я был в найме, у меня была одна встреча в день. Стабильно. Одна встреча в день. То есть я с 9 до 6 работал в найме, потом ехал в офис, проводил одну встречу в день. Или онлайн, или приглашал кого-то на презентацию, или проводил ее точно сам. Одна встреча в день, если ты совмещаешь. Если ты полностью... У меня было до 10 встреч в день. Вот когда я уволился из найма, мне надо было собрать команду быстро. И у меня за один месяц появились все мои ключевые люди. Потому что я делал просто по 10 встреч в день. У меня не было времени кого-то уговаривать. Вообще не было времени. Я просто вот так вот. Окей. Ну, минимум 2 встреч в день. Какая твоя конверсия по партнерству? Встреча в сделку? В среднем 1 к 10. То есть у меня список 800. Список 800. Из этих 800... Так, ребята, минутку. Из этих 800 человек... У меня порядка 40 сделок клиентских, да? И 36 сделок партнерских. Где-то так. Вот. То есть получается где-то 1 из 10. Привет. Ага, пожалуйста. Где-то 1 из 10. Стандартная достаточно конверсия. Из 35 партнеров ключевые партнеры у меня 8 человек, из которых выросла команда 1800 человек. Вот. То есть все просто. Окей, друзья, двигаемся дальше. Значит, финалим. Давайте прям важную выжимку. Выжимку сейчас. Какие еще важные моменты есть? Первое. Когда вы дали человеку информацию, и он не принял решение, вы держите человека в инфополе, вспоминая себя. У меня, так как я был занят достаточно, да, и мой куратор для меня не был, скажем так, сейчас, минуточку, зарядку поставлю, компьютер, и он для меня не был близким человеком. То есть по сути я, вот, поэтому я достаточно долгое время морозил своего куратора. То есть мне дали первую информацию, несколько дней вторую информацию, потом у меня был там неделя перерыв, затишье. И очень важно, очень важно держать человека в инфополе, присылать ему какие-то новые кейсы, приглашать на разные мероприятия и так далее. То есть держать инфополе, делиться своими успехами. Если это ваш теплый контакт, присылайте свой чек. Вы, например, там на старте сделаете 100 встреч, 100 встреч для того, чтобы забрать бонус быстрого старта. 100 встреч. И я вам могу так сказать, пока вы не сделали 100 встреч, вы вообще не имеете права рассуждать про этот бизнес. То есть давать какую-то оценку бизнесу. Получается, не получается. Вы себе самому не имеете никакого права давать оценку в этом бизнесе, себе, своим действиям, пока вы не сделали 100 встреч. Потому что только на 100 встречах вообще можно сформировать какую-то конверсию, какой-то свой опыт личный и так далее. То есть 100 встреч – это минимум, что нужно сделать. Соответственно, вы, например, 100 встреч делали, забрали бонус быстрого старта. И есть 90 человек, которые вас ничего не купили. И вот этим людям обязательно можно скинуть свой чек 10200 долларов, когда вы забрали бонус быстрого старта. Скрин. Вот, пожалуйста, ребята, посмотрите, если интересно. У нас есть много случаев по команде, когда после таких скринок люди возвращались и говорили, что-то я, видимо, не разобрался. Расскажи мне еще раз. Итак, еще раз. Держать в инфополе, брать рекомендации, высокий темп встреч, перебирать и не зацикливаться на людях, просто перебор. Посещать все обучения и мероприятия. Я посещал все обучения, все мероприятия. В 9.00 утренние ДУ. У нас они проходят 3-4 раза в неделю. То есть 3-4 раза в неделю в 9 утра ты можешь держать себя в тонусе, в фокусе. Это дает тонус и фокус. Я очень много взял от утренних ДУ. Посещать бизнес-форумы. Летать на бизнес-форумы в другие города, если ты учишься и тебе не хватает информации. И важный момент – соцсети вести по UDS только после того, как ты взял бонус быстрого старта. Когда у тебя чек 10 тысяч долларов, у любого скептика все вопросы отпадают. Пока ты постишь до бесконечности свои красивые истории в Инстаграме, но под ними нет какого-то реального результата, это все пустое. Это все не стоит на твердом фундаменте. Поэтому сначала результат, потом уже вести соцсети. Я имею в виду вести соцсети про UDS. Просто иногда я вижу, что у партнеров происходит следующее. Он заключил контракт с компанией, еще ничего не продал, ни в чем не разобрался, но уже у него вместо нормальных обычных постов про жизнь каждый день посты про UDS. Вместо нормальных фотографий – логотип UDS. Что за бред вообще, я не понимаю. Ну, то есть, как будто бы человека подменили, и он стал сиктантом, который ничего в жизни не видит, кроме логотипа UDS. Ну, то есть, так не должно быть. Люди должны видеть вас, живых, нормальных, адекватных людей, которые занимаются бизнесом. Бизнес – это часть жизни, но это не вся жизнь. Люди хотят видеть в вас людей. И если вы кого-то привлекаете, если вы через соцсети хотите кого-то рекрутировать, то вы должны показывать себя, человека, человека с бизнесом, и приглашать в этот бизнес вместе с собой, через себя. Вот это такая история. А Инстаграм очень круто работает. То есть, у меня где-то 6 миллионов рублей заработано через Инстаграм. Может быть, напишите в чат, кто знает Таню Фурсову? Да, ключик поставьте, кто знает Таню Фурсову. Так вот, Таня Фурсова пришла через мой Инстаграм. То есть, я работал в лизинговой компании «Европлана», а она работала в лизинговой компании «Сбербанк». По-моему, в «Сбербанке» она не работает. «Сбербанк Лизинг». И она увидела в моем Инстаграме, что сначала я постил информацию про «Европлан», про лизинговую компанию, в которой работаю. Потом у меня начали появляться какая-то информация про бизнес-завтрак, про бизнес-форумы. То есть, без упоминания конкретики. Просто что-то начало в жизни меняться. Она это все видела, наблюдала. И когда я уже выложил пост про то, что я уволился и ушел в бизнес, вот после этого она мне написала. И на тот момент у меня уже был чек, у меня уже была сформирована первая команда, у меня было уже какое-то понимание, как доносить. И я уже мог звать людей в этот бизнес. У меня была внутри четкость, определенность. И поэтому Таня Фурсова стала моим партнером. Сейчас, вы знаете, она лучший продавец лицензий в мире. То есть, в среднем 10 лицензий в месяц она продает. Вот, окей. Двигаемся дальше. Ну и давайте, смотрите, у нас время уже подходит к концу, поэтому я сейчас не буду на вопросы какие-то отвечать. Поэтому давайте мы с вами в финале будем. Последнее. Что дает правильный запуск самого себя? Вот если вы правильно запуск сделали, вы реализовали лицензию, вы взяли бонус-быстростарт, вы сами на вид-пакетах, а не на каких-то недопакетах. Вы запускаете правильную дубликацию в команду. Если вы за первые два месяца сделали вот такой вот результат, то вы своего партнера учите делать то же самое. Продал лицензию, забрал бонус-быстростарт. Продал лицензию, забрал бонус-быстростарт, научил человека делать то же самое. Продать лицензию, забрать бонус-быстростарт. И тогда у вас партнерская сеть будет разрастаться, она будет большой, активной, и она будет работать без вас и приносить вам доход. Поэтому очень важно запустить правильную дубликацию, а начинаем мы, конечно же, с себя. На этой ноте я хочу закончить наше с вами обучение. Спасибо всем большое за внимание, за то, что были сегодня с нами. И запись обязательно разместим в чатах. Саш, большое спасибо. Супер. Пока. Спасибо, Александр. Спасибо.